Итак, сейчас мы будем узнавать, потянет ли ThinkPad T480S на i7 процессоре 8550U, 24 гига оперативной памяти и видеокарта только встройка HD620, UHD620, точнее вроде бы, да, UHD620 Intel Graphics. Вот она. Короче, вопрос в том, потянет ли она GV2. И смотрим, очень интересно, потянет или нет, или возникнет какой-нибудь нюанс. Очень интересно, что будет по температурам еще, поэтому тоже надо заранее запустить, пока античей запускается. Я это все делаю, пока у меня там видос рендрится для телецентра. В принципе, это не очень важно. Уже... О, 98, 97. Хе-хе-хе. Хе-хе. Бустятся, бустятся ядрышки, да? Бустятся. И тротлет. И тротлет. Э, не понял. И че? Ну? Ну, и... Се... Чего? Да, конечно. Планы с зомби. Скарли. Хотя бы на этом моменте не разваливается. Так, и на самом деле я посмотрел трейлер. Я бы что-то давно не смотрел. Хочу. Заодно звук протестим. И цвет. Здесь, напомню, ТН-матрица самая дурацкая. Ну, не самая, там, конечно, можно и хуже, и 768-ки. А здесь, ТН, Full HD, покрытие с RGB 66%. И, в принципе, я по цветам ожидал, что она будет сильно хуже. А так, вполне терпимо даже фотки повырять. А еще надо было мышку подключить. Правда, у меня все мышки в Саратове остались. Вон. А я сейчас не в Саратове. А я сейчас не в Саратове. Продолжение следует... А вот просто, зачем я снимаю? Ладно, пусть будет. А вы залью на второй канал потом. Так. Ну и сейчас будет момент истины. Ой. Так. Произошел нюанс. Так, спускать в сеть в любую. Пожалуйста, верните фуллскрин. Вот так. Так, наверное, оно даже в фулл разрешении сейчас будет. Посмотрим. А, у меня же еще есть этот. Это же фуллкпад. На нем есть поэтому трекпоинт. Можно будет играть им как стиком с геймпада. Гениально, конечно. Но, в принципе... А чем не... Не геймпад, да? Так, тепленький воздух выдует. Не слишком горячий. Непонятно, какую там термопласту она поменена. Но, наверное, все-таки не даст ему сгореть интеллектуальная система Lenovo Intel. Как-то там она называется там по-смешному. Так. Ну и сейчас увидим, сколько там будет FPS, сколько настройок он выставил и все такое. Точно придется скидывать до 720p, потому что эта UHD 620 должна быть по спекам где-то на уровне 550. Ух, 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 потная катка. Ну, как я и говорил, да. Нажмись кнопочкой, я тебя прошу. Эй, алло. А че кнопка не жмается-то? Ну, приехали. Ну, че это за прикол, ДС? Ну, блин. Че тебе не так-то? Ну, здрасте, приехали. Ни че, перезапустить еще раз, что ли, или в чем дело-то? Ну, FPS 10 там на фоне есть, да. При этом он орет как пылесос просто. Алло, чел. Ух, ё-моё, как там тепло. Ух. Прям рядом с клавиатурой весь корпус горячий. Но не сама клавиатура. Все-таки премиальный ноут был когда-то. Понятно, я так чувствую, надо перезапустить. Потому что игра-то идет, оно не лагает, вон там FPS изменяются. Ну, а че-то оно на кнопки не хочет реагировать. Я не понимаю, почему. Куда ж мать-то-то? Ничего не работает. Че он делает? Ну, ладно, перезапустим. А, FPS 4 тоже не нажимается. Отлично, а почему? Альтап нажимается. Прикол. Ну, и еще это. Ладно, запускаем заново. Надеюсь, у меня люме не перегреется в короче, которая. Она уже тоже близка к этому. Ладно, дадим ей остыть. Придется монтировать. Не, не дадим люме остыть, чтобы показать вот это вот. Нифига себе, он держит почти 4 ГГц. Умудряется, бедный. Сколько там уже градусов на нем, блин? 97. Ну, так и держится около сотки, да. Особо в кипяток не уходит. Но держит почти 4 ГГц. Я удивлен. Я думал, он все время будет падать на 3, а то и ниже. Так, ну и где игра? Алло, гараж? Да, иди в баню. Новее у меня драйвер. У меня самый новый драйвер. Куда еще новее-то? Течится рано или нет. Ага. Ага, интересно. А почему? А в чем прикол? Почему уже здесь ничего не работает? Так, люмея перегрелась. Переходим на Redmi. Короче, если подключить внешнюю клавиатуру, оно заработает или нет? Потому что вот я любую кнопку жмаю, оно не реагирует. У меня есть внешняя клавиатура. Сейчас попытаемся воспользоваться ею. Кстати, уже пахнет паленым. Это довольно страшно. Слишком этот страшный бенчмарк для него нет. На внешнюю клавиатуру оно тоже не реагирует. Спасибо. И кто виноват, спрашивается? В чем дело? Почему он не дает никуда нажать-то? В принципе, как вариант, можно сделать иначе. Попытаться. Там в конфиге можно поменять. Ну и как раз чуть-чуть остынет все. В конфиге. А, еще только. Так, а я вообще тот свисток воткнул. А что это за свисток тогда, если не от этой клавиатуры? Понятно. Я просто не ту клавиатуру воткнул. Так, пробуем опять. Клавиатура, оказывается, просто разряженная батарейка была. Сейчас батарейку поменял. Еще попробовал в сейве написать Fullscreen Mode 1. Это, по идее, должен быть как раз оконный режим. Но это не точно, я не помню. Но вот сейчас и узнаем. Иди в баню. Я лучше знаю. А, не, не Fullscreen. Оконный режим. Выпечатлен. Очень интересно. В чем прикол, спрашивается. Кто такой крутой, молодец, кто это сделал? Ну, приехали. Античит, что ли, выеживается? Или что сделать? Сейчас перезагружу винду. Если не поменяется, то я не знаю, в чем дело. Какой-то чел на реддите сказал, что надо сделать так. Поэтому сделаем так. Запустим. Будем надеяться, это поможет. Да, кстати, оно перестало ругаться на вот эту фигню. О, ура, работает. Ура. Осталось посчитать FPS. И да, игра запустилась в оконном режиме. Значит, я правильно понял конфиг. И вспомнил. Понял и вспомнил. Да, рендер будет долго идти, хотя видос, блин, на 3 минуты. Но из-за того, что я решил монтировать на GTX 650 в 21-м премьере, такие вот приколдессы будут. И на самом деле, в общем-то, не очень бы стоило бы даже это, но надо. Раз уж спрашиваю, чтобы там все убедились, что я хоть чуть-чуть не ноль. Хотя у других челов там получилось получше. Хотя, в принципе, у меня было чуть больше идей, чем я реализовал. Ну, опять же, я их не реализовал из-за того, что все лагает на GTX 650. И зиончики. Зиончик не тянет в 21-м премьер. Надо было в 18-м делать. Я что-то понадеялся. Ну, в 18-м премьере вроде просто из коробки Color Key нету. То есть, Хромакея. Так. Ура, спаун. Ура, лаги. Так. Ну, давайте для начала поменяем персонажа, потому что вот это вот, конечно, не алло. И потом будем пытаться настраивать настройки. Ну, в принципе, это уже что-то. Полтора FPS-а это уже все равно FPS-ы. Так, и теперь переходим в настройки. Ой, пардон. Переходим в настройки. Автодетектом. Что ты поставил? Средний он автодетектом поставил. Ну, ну. Так. И мы поставим все-таки на... На Fullscreen мы поставим. И не AutoDetect, а Low. Причем настолько Low, что прям вообще... Да. Вот как-то так. Так, посмотрим, как сейчас будет Slow Full HD. FPS-ы я тоже никак не покажу, потому что системной утилиты для этого нету, потому что это Intel старый. Так, смотрим, сколько по ощущениям FPS-ов. По ощущениям их мало. Очень. Ну, как бы-то мало. Поэтому мы скидываемся на 720p. И надеемся, что 720p оно будет хоть сколько-нибудь играбельно. Но это, конечно, скорее всего так не будет. Потом попробуем еще и квадратное разрешение тоже. Вдруг поможет. Но тоже, конечно, будет маловероятно. Так. Окей, окей. Так. Тут уже стало побольше FPS-ов. Сколько их здесь? Ну, в принципе, даже, наверное, 30 FPS-ов будет. А может и не будет. Нет, наверное, все-таки не будет. И тут все прям вообще плохо. Можно поставить, конечно, FPS Plus Mod. Ну, фиг знает. Но, тем не менее, какой-то результат все-таки вот есть. Да. Так, попробуем квадратное разрешение. Я даже не знаю, будет ли он его в квадрате рендерить или как. Наверное, да, будет в квадрате. Надо будет GV-1 еще поставить. GV-1-то, наверное, поедет. В стройке. Так. Нет, он будет растягивать. Но, в принципе, так даже лучше. Что-то я чувствую все равно 60 FPS-ов и близко не будет. Ну, да. Дай бог, 30-ка тут будет. Таким образом. Вот. Тут можно играть в GV-1 одной рукой. Трекпоинтом вертеть рукой. Нажимать вот это вот. Ну, как трекпоинтом, то есть, его трогать большим пальцем. Вот мышку мне лень подключать. В принципе, я играть не собираюсь, потому что я не помню, говорил я или нет. Но от него уже паленом маленько пахнет. Там скоро сгорит нафиг вся материнка от этого ярого i7. В общем, такие вот дела. Наверное, запишу. Хоть и, наверное, будет на второй канал. Потому что там минут 10 записалось минимум. Слеплю, короче, на второй канал. Залью, пофигу. Короче, вот оно запускается. Это минимальное разрешение от 1024 на 768. Блин, мне как расстрелять-то, ё-моё. С тачпада, блин. Зондби. Поморгите, зондби. У меня хард стоит в бакьярде. Так, всё. Фух, всё получилось. Играть в GV-1, конечно, большим пальцем на трекпойнте. Это, конечно, гениальное решение. Но тачпаде ещё хуже. Так, в общем, 30 FPS плюс-минус тут есть, наверное. Это 1024 на 768. Абсолютные минималки, но без FPS плюса. То есть с FPS плюса, наверное, можно будет даже довольно комфортно поиграть. Может быть, а может и нет. Ну, в общем, как я ожидал, да, он примерно на уровне... Да нет, получше, чем 630-ая тянет. Чем GT 630. Ну вот, ну в общем, тоже, в принципе, как результат. Да. И прям кипятится ноут. Надеюсь, он не сгорит. По идее, не должен. Я уже думаю, не тупые люди его проектировали. Корпоративный ноут. Мало ли там кто-то захочет играть на корпоративном офиснике. Офиснике, так сказать, свернуть в Орд и погнать. Вот как я. Вот. Ну и это что-то дозначит, наверное. Если на устройстве можно поиграть в растение против зомби, значит оно не бесполезно. И да, можно играть одной рукой, потому что трекпоинт. Ну и естественно он на зарядке, потому что... Кстати, интересно, да, если я сейчас выдержу этот, то на сколько сразу FPS упадет. Так. Сейчас узнаем. Вот сейчас он полностью в портативе. Я все еще одной рукой что-то пытаюсь это. FPS и не падают, кстати. И даже как будто наоборот подросли. Хотя он явно больше, чем на 65 Вт не может. Ну, блок питания на 65 Вт, ватт ли он от аккумулятора может жрать больше. Но тут, кстати, вот... Это, наверное, потому что я от ботов ушел. В общем, как будто бы даже что-то похожее на 60 FPS появилось. Но проверять мы это, конечно же, не будем, потому что в интеловской утилите там вообще ничего нет. Не то что FPS, а вообще каких-либо настроек. Вот. А какой-нибудь условный фрапс или бандикан для этого ставит мне что-то как-то лень. Вот. Все равно, если я буду отсюда что-то записывать или стримить, я буду делать это с ОБС. Вот, да. Да нет, тут тоже, в принципе, не сильно лагает. Или это я уже просто привык, пока я тут вот эти 5 минут хожу туда-сюда. Но ему как бы норма, он не вырубился, ничего. Сейчас еще посмотрим, какая температура, самое главное. И будем оффать. Видос. И лишь бы у меня люмия не перегрелась. Так, быстрее, 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 быстрее. Смотрим. Пускай меня там убивают, мне пофигу. Так, надо это. Аида, где? Вот Аида. Запускаем Аиду. Запускаем, смотрим. Да, кстати, вот опять залагало, я игру свернул и пролагало. Так, сейчас, ну дайте посмотреть, и все. Я раскланиваюсь, так сказать. Так, ну, 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 где? Чего не развернешься-то? Так, компьютатор. Датчики. Смотрим, 100 градусов есть или нет. Пробили сотку. О, 70. Нифига себе. Как батарея, кстати. Он автоматом... Он автоматом поставил почти полную производительность, но не самую. Уже 3% скушал. Он обещает якобы 2 часа игры. Но я думаю, он так за полчаса-часа разрядится. Но, тем не менее, это что-то дозначит, что я могу даже как-то в портативе с очень относительным комфортом, глядя в землю, играть в GV2. И, кстати, вот как раз интеллская утилита, я так понимаю, вмешалась, как будто немножко цвет изменился. Или это у меня уже шиза. Или у меня в винде включен вообще ночной свет. Ну, неважно. В общем, суть в том, что оно кое-как дотянет. Скачаю еще GV1, чтобы была. И, наверное, она будет работать получше. Можно будет чем-то вот развлекаться на лекциях по ОРГ. Играть в растение... Растение против зонбигейминг выходит на новый уровень. Уровень портативности. Уж надо продемонстрировать всю портативность, как бы. О! Давай автофокус. Во! И главное не уронить. Все-таки это чудище весит. Больше килограмма, я думаю. Ну, неважно. В общем, все. Офрейм с позором, наверное. Хотя нет, я еще поиграю. Правда, я воткну все-таки зарядку. Пускай он пыхтит от сети, а не от аккумулятора. Ну и все. В общем, за сим раскланиваюсь. Это был C30974 и Fingpad T480S. Булушный самый дешевый за 20 тысяч рублей. Ну, 22 почти. Ну, неважно. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok